Биология – тема первичной атмосферы Земли и химические предпосылки возникновения жизни. Придерживаясь изложенной в предыдущем параграфе точки зрения на происхождение планетных систем, можно сделать достаточно обоснованные оценки элементного состава первичной атмосферы Земли. Частично современные взгляды основываются, конечно, на огромном преобладании в космосе водорода. Он обнаруживается также и в Солнце. Предполагается, что атмосфера первичной Земли, имевшей большую среднюю температуру, была примерно такова. До гравитационной потери водород составлял большую часть, а главными молекулярными составляющими были метан, вода и аммиак. Начальная атмосфера Земли могла изменяться в результате самых различных процессов, в первую очередь в результате диффузного ускользания водорода гелия, составлявших значительную ее часть. Эти элементы самые легкие, они должны были утрачиваться из атмосферы, ибо гравитационное поле нашей планеты мало в сравнении с полем планет-гигантов. Большая часть начальной атмосферы Земли должна была быть утеряна за очень короткое время, поэтому предполагается, что многие газы более поздней земной атмосферы были захоронены в недрах Земли и выделились в нее в результате постепенного разогрева земных пород. Предположительно, первичную атмосферу Земли составляли органические вещества того же рода, которые наблюдаются в кометах, молекулы со связями углерод-водород, углерод-азод, азот-водород, сероводород и кислород-водород. Помимо них, при гравитационном разогреве земных недр, вероятно, появлялись также водород-метан, окись, углерод, аммиак, вода и так далее. Таковы те вещества, с которыми проведено большинство экспериментов по моделированию первичной атмосферы. Что же могло в действительности происходить в условиях первичной Земли? Для того, чтобы разрешить этот вопрос, необходимо знать, какие виды энергии, вероятнее всего, воздействовали на ее атмосферу. Продолжение следует...